Всем привет! Вы на канале Ирэна Адлер. Это новое видео я бы назвала до и после. Сегодня я покажу украшения, которые купила в интернете. У нас продолжается локдаун и возможности ездить по барахолкам у меня нет. Поэтому я покупаю их на разных интернет-площадках. Сначала я покажу украшения в том виде, в котором я достала их из почтовых конвертов, а потом после некоторой чистки и мелкого ремонта. Сам мелкий ремонт я тоже покажу, поэтому кому интересно, досматривайте видео до конца. Сразу же скажу, что многие украшения, которые я показываю в своем видео, вы можете найти в моем магазине Ирэна Адлер. Ссылку на него я оставлю в описании. Также там будет ссылка на инстаграм. В инстаграме часто бывают спойлеры будущих видео. И вся информация с пылу с жару, так сказать, в режиме реального времени, бывает именно там. Подписывайтесь на инстаграм. Итак, давайте же смотреть украшения. Так, я положила все украшения за кадром. Буду показывать вам по одному. Начну с простой камеи. Вот такая камея, я думаю, 60-70-х. Она из пластика. Мне показалось, что вот здесь вот на петельке не хватает подвески какой-то. Но потом я смотрела, видела такие же камеи в интернете. И на них тоже была такая же петелька без подвески. А вот эта брошь уже более интересная. Она из кости. Это идельвейс. Традиционная австрийская брошь. Таких идельвейсов у них бывает много разных. Есть и подвески, и серьги. Выполнены они из кости. Бывают одиночные. Бывают под какой-то заливкой. Ну, в общем-то, это изделие винтажное. И любили его применять в национальной одежде, на шляпах и национальных костюмах. Следующая брошь вот такая на традиционной такой вот ажурной подложке с изображением фараона. Вы наверняка знаете, что украшения на египетскую тематику были популярны в 20-30-х. Особенно, когда была найдена гробница Тутанхамона. Но это брошь уже примерно 60-х годов. Она бывает еще другой формы, но с таким же фараоном. И у нее бывают еще подвески. Тоже металлические. Следующие две брошки это вот такие камеи. Одна из пластика. Мне показалось, что это целлулоид. Целлулоид это пластик, изобретенный в конце 19-го века. И до 20-30-х, в общем-то, до войны изделия из целлулоида были очень популярны. Но я не уверена, что это он, но очень похож. А вторая брошь это уже 60-е. Здесь стеклянная камея. Вот видите, два вида стекла. Вот такое белое морозное и подложка из черного стекла. Очень красивая. Такие встречаются и подвески, и серьги с такими камеями. Следующие украшения я все купила у одного продавца. Все броши здесь будут и один кулон. Вот такая тоже брошь со стеклянной вставкой, имитирующая какой-то натуральный камень. Здесь, как вы видите, немного уже пришла в такое не очень состояние эмаль. И не хватает вот тут вот одного такого маленького черного камушка, как песчинка буквально. Видите, здесь на цветочке есть, а с этой стороны нет. Брошь, кстати, маркирована вот здесь вот на иголке. Есть маркировка Чехословакия. Это значит, что брошь где-то 20-30-х годов. Вторая брошь очень легкая. Мне показалось, что здесь вставка из пластика, что вот этот кабошон пластиковый. Но нет, он оказался тоже стеклянным. Видимо, скорее всего, это тоже брошь довоенная. А это такая вот крошечная малютка. Смотрите, какая она маленькая. Здесь гранатовое стекло по краю идет. И кабошон перламутровый. Немного поцарапанный, но в принципе целый, можно сказать, без изъянов. Следующая брошь вот такая. У нее есть тоже маркировка на иголке. Вот здесь Чехословакия. Тоже брошь довоенного периода. И мне сначала показалось, что вот эти вот кабошоны тоже должны быть перламутровые. Но с них просто слез перламутр. Но присмотревшись поближе, я поняла, что они так и должны быть такого молочного стекла. И впоследствии я даже нашла в интернете похожие брошьи с такими же белыми кабошонами. Дальше вот такой интересный букетик в стиле Орнува. Здесь мне тоже показалось странным, что видите, листочки загнуты. Все абсолютно четыре листика загнуты на обратную сторону. Я сначала подумала, что они погнуты, но скорее всего так и должно быть. И посмотрите, здесь голубое сатиновое стекло. Очень красивые расцветки. Вставки тоже все на месте. Такой вот букетик красивый. Следующая брошь оказалась настоящим гигантом. Я не думала, что она такая большая. Посмотрите, какого она размера. Скорее всего, тоже это брошь довоенная. Здесь вот такой замочек-тромбон. Вставки с марказитами очень крупными. И посередине такое темное-зеленое стекло. На фотографии мне казалось, что она. Это вставка из черного стекла. Но что интересно, что на изнанке, на обратной стороне у него какие-то красные разводы. Уж не знаю почему. Может быть, так и должно быть. Из всей этой компании броши был один кулон. Крест. Я не очень люблю кресты. Вот эту всю религиозную тематику. Но этот мне понравился, во-первых, своим цветом. Черным таким. Во-вторых, камнями. Вот этим карнавальным стеклом. И в-третьих, своим размером. Его можно очень стильно вписывать в современные образы. И потом я еще вспомнила, что когда-то в одном из лотов аукционных у меня были вот такие вот серьги. Вернее, это клипсы. Но как-то они тогда на меня не произвели впечатление. Ну, в общем-то, как и сейчас. Я их даже в магазин не выставляла. Но похоже, что здесь такое же стекло. Видите? Теперь пойдут они в магазин вместе. Ну, и осталось совсем чуть-чуть. Это последняя брошь. Вот такая шикарная красавица довоенная. С сиреневыми камнями. С такой ажурной решеточкой. И что самое интересное, что все камушки, все стразы, кристаллы на месте. Ну, и в подарок к этой посылке продавец положила мне вот такой браслет. Почему в подарок? Потому что он сломан. У него нету застежки. Вот видите, здесь сломана одна часть, а вторая как-то так погнутая. Не знаю, может быть, она даже и не застегнулась бы. Этот браслет я заметила на одной из фотографий, которые мне продавец прислала. На заднем фоне она мне показывала что-то на руке. И на заднем фоне там не в фокусе лежал этот браслет. И она мне положила его на мой вопрос, что это за браслет. Она решила мне положить его в подарок. Я его обязательно восстановлю. Продавать я его не могу без застежки. Скорее всего, буду носить сама. Но так как я не очень люблю браслеты, то, скорее всего, я сделаю из него колье. Возможно. Ну, а вместе с этой брошью они смотрятся просто великолепно, на мой взгляд. Вот такие вот находки, покупки были в последнее время в интернете. Ну, и я сейчас все это почищу. И вот все украшения после чистки и мытья. Я не знаю, видите ли вы разницу на камере. В общем-то, все стало блестящим и сияющим. На вот этих вот двух брошках. Есть клейма с обратной стороны на иголке. Клейма Чехословакия. Надпись клейма абсолютно одинаковая. Это брошки довоенного периода. И здесь вот, когда все вымалось, теперь стало точно видно, что это молочное стекло. Здесь никогда не было перламутра. И брошка в прекрасном состоянии. Просто красавица. А на этой брошке, как вы помните, не хватало одной серединки у цветочка. Вот здесь вот она была. А здесь не было. Я взяла бисер. Вот такой. И отколола кусочек стеклышка. Сделала его максимально маленьким. И таким вот кругленьким. И вклеила в цветочек. Дальше мне показали... Когда я распаковывала, мне казалось, что здесь вот эта черная эмаль уничтожена. Но когда все помылось, то теперь я думаю, что нанесена она была именно вот в эти места. Потому что так стереться ровненько, мне кажется, она не могла. В общем-то, красивая брошка с имитацией какого-то натурального камня. Но это, конечно, стекло брошки. И самое главное, что из этого браслета, который был сломан со сломанным замком, я сделала колье. Как я и говорила, я планировала сделать это. И вот такое колье у меня получилось. Как я это сделала, я покажу дальше. Итак, вот браслет. Здесь не хватает одного кольца. Вместо него связанной ниткой. Я взяла цепочку старую, которая уже потемнела и по цвету более-менее подходит. И из латунной проволоки я нарежу колечки. Они мне нужны будут для замка. И в первую очередь вот здесь для замены этой нитки. Проволоку я намотаю в спираль и разрежу. У меня получатся такие колечки. Сразу же отремонтирую это звено браслета и срежу остатки от замка. Немножко зашлифую, чтобы не царапалось. И с помощью этих же колечек прикреплю отмеренную длину цепи. Из той же проволоки сделаю крючок и ответное колечко для этого крючка с другой стороны. Вот и все. И сейчас на примере этого колея я хочу показать, как винтажные украшения вписываются в современный гардероб, как их можно носить каждый день. Многие считают, что винтаж это нарядно, что это для особого случая вечерних платьев, но как раз именно это является большим заблуждением. Потому что, чтобы винтаж выглядел актуально, его нужно миксовать с современными украшениями и с современным гардеробом. Поэтому я добавляю сюда цепочку с медальоном или с монеткой. Я думаю, что вы знаете, они сейчас актуальны, поэтому он привнесет ваш аутфит современности. Добавляем сережки небольшого размера, без цветных ярких вставок, с простым дизайном. Надеваем белую рубашку и сейчас покажу, как это будет выглядеть все вместе. Как вы видите, винтажные украшения можно носить каждый день. Например, вот с таким аутфитом. Добавляем сюда большую сумку шоппер и можно отправляться по делам. Если вам нравятся такие идеи, маленькие подсказки о том, с чем сочетать винтажную бижутерию, пишите комментарии. А на сегодня это все. Всем пока. До встречи в следующем видео.